Дорогие друзья, я с большой радостью представляю председателя жюри Всероссийского творческого фестиваля «Русский лад». Это Владимир Степанович Никитин, который является, конечно же, нашим духовным наставником, я бы сказал. Он основатель Всероссийского созидательного движения «Русский лад». Здравствуйте, дорогие соотечественники, с праздником вас поздравляю, с Днем русского языка, который проводится 6 июня, день рождения нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Более того, сегодня, выступая в Государственной Думе, мы заявили, что этот праздник приобретает не только общероссийский, но и планетарный характер. Более 400 миллионов граждан на планете владели русским языком. Более того, почти 600 тысяч специалистов высшего профиля было подготовлено в советских вузах, и нет ни одной страны, ни одного континента, где бы руководители, министры или очень влиятельные общественные деятели не говорили по-русски. Русский лад – это русский мировой порядок, это русская модель мира. Лад – это вообще ходовое слово русской цивилизации, и предполагает он целостный подход к рассмотрению мира, его пониманию, и основан на единстве материального и духовного миров и на гармоничном развитии человека, общества и природы в едином космосе. Русский лад – это основа русского мировоззрения, мировоззрения русского народа. И не случайно мы решили создать движение всероссийское, созидательное с таким названием. Оно создано в 2011 году и успешно действует. Главная наша задача – обеспечить неразрывность связи времен и поколений. Мы считаем, что для успешного развития России нельзя выбрасывать из ее истории ни одного периода. Мы должны взять все самое лучшее из традиций лидической и святой Руси, имперской и советской России, нынешней Российской Федерации, и использовать это для усиления могущества нашей страны, повышения предстояния нашего народа, чем русский лад занимается. Ну, а главной святыней нашего народа является его язык. Потому что Пушкин правильно говорил – язык – это и есть народ. Не будет языка, не будет народа. Язык рождается и умирает вместе с народом. К сожалению, сейчас в разгул такой агрессивной русофобии мы видим, что главный объект, против которого борются ненавистники России – это русское мировоззрение и его язык. Потому что, независимо от политического строя, те в России, те, кто борются за мировое господство, они борются против России. Потому что она – главное препятствие для сил, стремящихся к мировому господству. И она была этим препятствием во все времена. И во времена Вегической, и Святой Руси, и имперской, и советской России. И мы видим, что даже сейчас, как оказалось бы, в Российской Федерации демократическое устройство, так называемое, все равно Запад недоволен и проводит против нас борьбу на полное уничтожение. И прежде всего подвергается атаке русский язык. Поэтому наше движение выступило инициатором, и при поддержке мощнейшей коммунистической партии Российской Федерации добилось, чтобы в России появился новый праздник – День русского языка. Это очень важный праздник. Он должен быть одним из главнейших праздников в Российской Федерации. Но власть, к сожалению, саботирует его проведение, одновременно делая упор на День славянской письменности. Но мы прекрасно знаем, что не Кирилл и Мефодий дали письменность нашему русскому народу. Даже Екатерина II в своих записках писала, что письменность на Руси существовала задолго до этого. И мы в своей работе стараемся показать, что мы не Иваны, не помнящие родства, что мы великий народ, что имя наше – Великоросы. И великие мы, потому что были где-то в начале зарождения человечества. И наш язык, он дал развитие многим языкам мира. Даже этруски говорили на русском языке. И об этом сохранились исторические памятники в виде биржанского камня. Поэтому мы гордимся тем, что День русского языка – это праздник, учрежденный по нашей инициативе. Каждый год движение «Русские лотком» партия «Патриотические силы» проводят его. И одним из эффективных орудий борьбы за сохранение развития русского языка является наш Всероссийский творческий фестиваль «Русский лотк». Он проводится под девизом «Вернем России русский дух и дружку народов». Проводится по десяти номинациям. И за пять лет он значительно вырос и вширь, и вглубь. В этом году уже среди лауреатов и дипломантов представители 50 регионов Российской Федерации и даже Казахстана и Болгарии. Еще я хочу сказать, что мы привлекаем молодежь. У нас каждый четвертый лауреат и дипломант фестиваля – это школьник. И особенно радостно нам говорить, что вот наш лозунг «Вернем Россию русский дух и дружку народов» он действует. И с каждым годом среди лауреатов и дипломантов фестиваля становится все больше представителей национальных республик. В прошлом году было 9, в этом году уже 13. Еще очень важно для нас, чтобы нам поддержать русский дух в малых городах и селах России, которые являются базой для сохранения основ русской цивилизации. И вот в этом году, при подведении итогов, мы увидели, что половина всех лауреатов и дипломантов из малых городов и деревень в России. Значит, мы на правильном пути. Наш фестиваль доходит туда, и мы будем по этому пути двигаться дальше. Владимир Степанович, огромная благодарность вам и я хочу сказать всем нашим зрителям о том, что Владимир Степанович несет буквально на крыльях такую очень важную тему, как тема русского космизма. Это мощная философская школа. И поэтому наши идеи русского лада во многом продолжают эту школу. Я надеюсь, что Владимир Степанович еще выступит у нас на эту тему. И мы обязательно проведем научные конференции на эту тему. Сердечно благодарим Владимира Степановича. Огромное спасибо. Спасибо. Дорогие родичи, гимн русского лада поем все вместе. Хором, как единый, единый солнце народ. Ура! Ура! Давай, давай, давай. Подымайся, рост, соколен во рост, А буддист народ в солнце на восход. Слава русскому ладу, роду, родине слава, Славься, русская земля. Я бы очень много хотел еще сказать молодежи. Первое, это молодые люди, не верьте тому, что все в советское время было отвратительно. Это очень важно не верить. Слово здоровье от слова дерево, древо, здрево будь. Когда рубят корни, дерево вянет. Советский Союз для нас корневая система. Мы должны отрубить сучки, засохшие, корявые, Но мы не должны рубить корни. Поэтому и листва наши вянет, Что мы не взяли то лучшее, что было в советское время, С собой в наше будущее. И живем поэтому на таком поганом настоящем. У нас была самодеятельность, были союз писателей, Был союз композиторов, Были великие театры, были лучшие театры, Самые образованные артисты в мире были. А недавно меня студенты первого курса ГИТИСа, Мне говорят, конечно, у вас хорошее образование, Потому что вы родились в 19 веке. Я говорю, чего? Они говорят, ну у вас же 1948, значит 19, И впереди цифра 19. Разве можно подобное представить себе, Чтобы было в советское время? Мы в уме считать до сих пор умеем. Я учусь ведь у вас, молодые, Мыслить по-современному, А почему вы не мучитесь у нас? Учитесь учиться. Учиться учиться, это не значит сдать ЕГЭ, Это не значит купить оценку. Научитесь у нашего поколения, Учиться профессионально. Ведь они придут работать на места, Это же страшно. Молодые повара пришли в кафе, Я в кафе не заказывал больше грибы. Они же не разбираются в грибах, Они грибы могут собрать только в гугле. Ребята, образование, русское слово от слова «ра», «свет». Это разум, образование, это разум, а не ум. Не накачивайте свой ум, ум это компьютер. Умный человек опасен. Вот если вы только развиваете свою память, Вы опасны для общества. У нас говорят, дьявольски умен, Но никогда не говорят, дьявольски разумен. И бросьте этот фальшивый лозунг, Нам образование ни к чему. Не будете счастливыми. Слово счастья от слова «соучастие». Вы не будете знать, как соучаствовать в жизни другого, Чтобы стать счастливым. Поднимайся, рост, за колен ворозь, Пробудись, народ, солнцу на восходь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...